Бонжорно тутти, бонжорно карамичи, ново джорно, чао! Всем привет, всем хорошего дня, хорошего настроения, как всегда. Сегодня видео снимаю не сначала, поскольку у меня уже там есть этот рецепт. Просто некогда, у нас гости из юга Италии, Реджио, Калабрия, посетить решили Милан. И приехал друг мужа на курсы повышения квалификации, он связан с медициной. Вот, на пару дней он заехал к нам. Ну, мы так решили. Лучше у нас, чем в гостинице. Вот, я готовлю блюдо, да, мое очень любимое, баклажаны под чесночным соусом. Все я уже приготовила, сейчас вкратце все расскажу, что я делала. Чтобы у меня тут не пригорело. Минуточку, переворачиваю заодно. Так, ну, много масла уходит, конечно, на это блюдо, но оно того стоит. Я уже писала, у меня есть там видео из фотографии, смонтированное из специальной программы для видео. Если кому-то интересно, пусть поищет. Вот, там рецепт и все, в общем, сделано, смонтировано из фотографии, в общем. Так, смотрите. Первое, что я сделала, нарезала три баклажана небольших. Засыпала их солью. И минут на 20-30 оставила. Они выделили воду, вот тут опять выделилась. Эту воду я сливаю. Ну, и потом на сковородку обжариваю. Обжариваю с двух сторон, пока они немножко не зарумянятся. Не так, чтобы они вообще сырые остались, а чтобы они вот приобрели золотистый цвет. Вот такие они будут. Даю им охлаждаться, а потом начинаю слоями укладывать красиво в тарелочку. И мажу слои, кладу баклажанов жареных. Кстати, можно теплыми их уже укладывать. Не ждать, что там остынут они. И вот такой соус. Так, в этом соусе рубленая молотая петрушка, майонез. Майонез первая, рубленая молотая петрушка, чеснок, большой зубчик или два маленьких. Ну, кто как любит, пробуйте. Так, и сюда прям добавляю сыр. Пармезан, пармиджано, грана падано. Кто как любит. В общем, какой сыр есть тертый, такой сами можете натереть. В Италии это не проблема. Вот. Короче, вот такое блюдо у нас. И надо спешить, поскольку... Потом у меня двое мужчин, и мне надо их кормить будет часа через два. Вот. Это я вчера борщ сварила. Сделала салат Оливье. Очень понравилось. Вчера поздно ночью муж встречал своего друга, поскольку он летел не через международный аэропорт, а не через внутренних рейсов далеко с Мальпенса. Поэтому приехал поздно, пока добирался. Вот, подгорают уже немножко. Отключаюсь сейчас на пару минут. И потом покажу, что у меня там получилось в тарелке. Но это, в принципе, займет, может, полминуты времени показать. Так. Ну, все. Пока отключаюсь. Чао. До следующего сюжета. Так. Вот я, хозяюшка. Как я гостей встречаю? Русской кухни и одно сладкое тирамису из итальянской. Это уже мои мужчины сегодня с утра съели. Как бы поздно вчера делала тирамису. Тирамису делаю с ликером Беллес. Здесь не Самаретто. Так. И вот делала вчера салат. Была целая миска русский. Так. Что у меня тут? Горошка нету. Горошек я редко использую. Но он как-то сухоту дает в салате. Что тут у нас? Картошка отварная в мундирах. Соленые огурчики маринованные. Колбаска. Ну, сосиски я покупаю. Там состав. Хороший состав. Свинина и птица. И индейка, и курица. Мясо свинины, птицы, индейки и курицы. В общем, в этих сосисках. Морковку. Отвариваю. Яйцо. Майонез. Немножко молотого черного перца. Ну, соль по вкусу. И лук. Лук. Прежде я замачиваю в уксусе на некоторое время. Вот. Ну, вот такой салатик. Это мы сегодня будем кушать. В общем, борщ у меня. Салат оливье, как они называют русский. Тирамису. И вот блюдо, которое я готовлю. Еще я его не уложила, потому что баклажаны остывают. Все-таки я решила сделать так. Еще один такой момент. В соус я добавила немножко сахарку, потому что кисловатый майонез. Но это по вкусу. Все должны пробовать. Вот. Нашу тирамису. Тирамису в один ряд. Не стала я много делать. Вот. Вот такие пирожки. Чао. Так. Ну вот, друзья. Блюдо готово. Еще раз напоминаю. Баклажаны под чесночным соусом. Уложила слоями. Заправила их. Помазала каждый слой. И в конце я посыпала еще между слоями. Сыплю тертый сыр. Пармезан или грана-падану. Кроме того, что ложка была добавлена в сам соус. Ну, это кто как любит. Пробуйте. Наслаждайтесь. Теперь ожидаем, когда он немножко остынет. Потому что еще теплая. И в холодильник на часок. Ну, через час, я думаю, что оно уже будет готово. А когда ночь поставит, еще вкуснее даже. Всем приятного аппетита. Бон аппетит. Чао. Бона джерната. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!